Партия социалистов обратится в Центральную избирательную комиссию и Конституционный суд с целью оспорить результаты выборов. Об этом сегодня сообщил лидер ПСРН. Игорь Дадон утверждает, что президентские выборы якобы были сфальсифицированы и сопровождались множеством нарушений, но подробности не привел. С другой стороны, в штабе Майя Санду предложили ему почитать голоса, которые Елан Шор купил за стояногло. В последующие дни социалисты обратятся в ЦИК и Конституционный суд по поводу многочисленных нарушений, допущенных властью на этих президентских выборах, которые были зафиксированы, в том числе международными наблюдателями. Власть сфальсифицировала выборы и неизбежно заплатить политически и юридически за эти фальсификации, говорится в публикации Игоря Дадона в Фейсбуке. На нашу просьбу прокомментировать решение ПСРМ об оспаривании результатов выборов Адриан Балуцел, член предвыборного штаба Майя Санду, отметил, что наиболее серьезная фальсификация – это подкуп избирателей. Единственный комментарий, который я могу сделать, это то, что господин Дадон должен сначала прояснить усилия Шора по покупке голосов в пользу стояногло и партии социалистов. Это единственный комментарий. В остальном разъяснят ЦИК и Конституционный суд. Кандидат, который на выборах баллотировался при поддержке социалистов, не появлялся перед СМИ с вечера воскресенья, когда наметился перевес голосов в пользу Майя Санду. Однако, в отличие от риторики социалистов, стояногло пытался примирить избирателей, разделившихся на два лагеря. В будущем нашей страны нет места для бессмысленных конфликтов. Есть место для единства и взаимного уважения. Мы сохраним энергию этого момента и будем вместе строить мирную и процветающую Молдову. На выборах президента Майя Санду обошла Александра Стояногло с разницей в более 180 тысяч голосов. Однако, этого результата удалось добиться во многом голосам диаспоры. В стране Стояногло заручился поддержкой без малого 51,5% избирателей. Продолжение следует...